Здравствуйте! В эфире новости на CBC. В студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Сегодня исполняется год с момента проведения вооруженными силами Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе. В результате операции армянские сепаратисты были вынуждены поднять белый флаг. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, ежегодно 20 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День государственного суверенитета. Преподносить выезд армянских жителей с территории Азербайджана как этническую чистку лицемерия – об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Эхан Гаджазаде, комментируя заявление МИД Армении от 19 сентября. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху обратился к гражданам в связи с ситуацией на севере страны, где, как заявил министр обороны Йоаф Галланд, начинает новая фаза войны. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарет», принял участие в открытии «Агдам Сити Готл» и комплекса «Имарет». Также глава государства принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке завода по производству кровельных покрытий, завода по производству вентиляционного противопожарного оборудования и металлических изделий, а также завода по производству обоев. Президент ознакомился и с восстановительными работами, проводимыми в селе Кингерли Агдамского района, и принял участие в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района. Подробнее в следующих выпусках. В Азербайджане 20 сентября отныне ежегодно будет отмечаться как День государственного суверенитета. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения. Сегодня исполняется ровно год с начала проведения антитеррористической операции в Карабахе, положившей конец существованию незаконного самопровозглашенного режима на территории Азербайджана. 23 часа понадобилось вооруженным силам страны, чтобы разгромить противника и установить полный контроль над всей территорией республики. 23 часа и 43 минуты хватило азербайджанской армии, чтобы навсегда положить конец сепаратистскому режиму в Карабахе и восстановить историческую справедливость. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан начал антитеррористическую операцию локального характера в Карабахе в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил, а именно минирование дороги Ахмедбели-Физули-Шуша и обстрелы позиций из миномётов и разнокалиберного вооружения. Этот террористический акт привёл к гибели гражданских и военных лиц. Провокации, осуществлённые Арменией в период с момента подписания трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года до сентября 2023 года, привели к неизбежности проведения антитеррористических мероприятий. В этой операции была задействована часть подразделений командос, механизированных и мотострелковых подразделений сухопутных войск, некоторых группы военно-воздушных сил, военно-морских сил и сил специального назначения, а также ограниченное количество личного состава и боевой техники, ракетно-артиллерийских и инженерно-сапёрных подразделений. Наши подразделения, задействованные в операции, благодаря высокому профессионализму, смогли умело прорвать позиции противника, которые строились и укреплялись в течение длительного времени. Антитеррористические мероприятия начались 19 сентября 2023 года в 13.10 и закончились 20 сентября в 13.00, продлившись менее суток. Эффективное применение танков, артиллерийских систем, беспилотных летательных аппаратов сыграло значительную роль в ходе выполнения поставленных боевых задач. Точными ударами вооружённые силы страны смогли уничтожить 1761 цель противника, а также захватить более 90 боевых позиций. Операция проводилась по 13 направлениям – 5 на севере и 8 на юге. За короткое время подразделениям армии удалось продвинуться вглубь обороны противника от 5 до 26 километров. «Прошёл год с начала антитеррористической операции, проведённой азербайджанской армией и спецслужбами на территории Карабаха. В результате Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, свой суверенитет, раз и навсегда изгнал террористическую организацию, свившую гнездо на нашей территории. Мероприятия локального характера проводились против хорошо подготовленной террористической группы. Вооружённые силы Азербайджана вели бой против сепаратистских лиц, желавших создать отдельное государство на суверенной азербайджанской территории». При этом, как заявляли в Министерстве обороны Азербайджана, целью военных действий являлось исключительно уничтожение незаконных вооружённых армянских формирований в районе дислокации российских миротворческих сил, чтобы успокоить мирное армянское население посредством радио, телевидения, громкоговорителей и СМС-рассылок. Распространялась информация о том, что им будет оказана вся необходимая помощь, включая продовольственную и медицинскую. Разбрасывались листовки на армянском и русском языках. Информацию распространял телеканал CBC и региональное радио Карабаха CBC-FM. В эфире подтверждалась приверженность Баку выполнению гарантий безопасности для населения Карабаха, а также желание азербайджанской стороны улучшить условия их проживания. Принимая во внимание обращение представителей армянских жителей Карабаха посредством контингента российских миротворцев, была достигнута договорённость о полном прекращении огня. И мероприятия локального характера были остановлены в 13.00 20 сентября 2023 года. В результате антитеррористических мероприятий не были нарушены какие-либо международные принципы, несмотря на то, что на протяжении 30 лет никто не выполнял резолюции Совета безопасности ООН по Карабаху. Международные структуры сделали свои выводы о тактике и порядке проведения этой операции. Таким образом, Баку поставил жирную точку многолетней карабахской истории, завершившейся полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Учитывая создавшуюся ситуацию, армяне были вынуждены провести переговоры с определённой Азербайджаном делегацией относительно нужды армянской общины, от которых они ранее отказывались. 21 сентября 2023 года встречи впервые прошли в Евлахе и 25 сентября в Ходжалу, а уже 28 сентября 2023 года глава сепаратистского режима Самвел Шахраманян подписал документ о ликвидации незаконного режима. По информации Министерства здравоохранения, в ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 военнослужащих получили ранения. Водружая азербайджанский триколор в городе Ханкинди 15 октября 2023 года, президент Ильхам Алиев ещё раз напомнил, Азербайджан был вынужден решить карабахский вопрос военным путём, так как Армения не собиралась возвращать ни пяди земли. Азербайджанский народ хорошо знает, уверен, что и мировая общественность хорошо знает, что мы хотели решить армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт мирным путём. На протяжении 17 лет я лично участвовал в многочисленных бессмысленных и бесплодных переговорах. Почему? Потому что я считал, что этот вопрос должен быть решён мирным путём. Но постепенно надежды таяли. Повторно проанализировав оккупационную политику Армении, могу сегодня с полной уверенностью сказать, что они не собирались возвращать нам ни пяди земли. Операция носила краткосрочный характер и была прекращена за сутки. Но об её уникальности до сих пор говорят во всём мире. Менее чем за 24 часа азербайджанская армия вынудила сдаться 15-18 тысячную боевую группировку. Был уриквидирован незаконный режим хунты в Карабахе. Были арестованы основные лидеры сепаратистов. Эта победоносная история завершилась поднятием трёхцветного азербайджанского триковора в Ханкинзи, Ходжалы, Агдаре, Ходжавен, Таскирани и полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Жаля Гусейнова, Сибиси. Неприемлемо, чтобы в Конституции Армении и других законодательных актах этой страны оставались претензии на территориальную целостность Азербайджана. В то время как Азербайджан является инициатором мирного процесса во имя безопасности и прогресса региона и прилагает реальные усилия в этом направлении, чтобы не упустить историческую возможность мира, Армении необходимо в ближайшее время предпринять адекватные шаги по устранению упомянутых претензий. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана, Айхана Гаджазаде, к заявлению внешнеполитического ведомства Армении от 19 сентября. По словам Айхана Гаджазаде, в этот исторически важный день азербайджанцы еще раз с глубоким уважением вспоминают героев, отдавших жизнь за суверенитет страны. Также представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что преподносить выезд армянских жителей с территории Азербайджана как этническую чистку – это лицемерие. Он отметил, что несмотря на многочисленные призывы азербайджанской стороны не уезжать с мест проживания на программу реинтеграции, жители армянской национальности приняли решение покинуть территорию Азербайджана. Это был их собственный выбор, и преподносить это как этническая чистка демонстрирует лицемерие Армении, которая массово изгоняла азербайджанцев из Армении и оккупированных ею территорией Азербайджана совершала геноциды, массовые убийства, подытожил Айхан Гаджазаде. Тему продолжим с гостем на прямой связи с нашей студией. Главный редактор портала Милиаз, Ильчин Аллауглу, здравствуйте. Добрый день. Итак, мы знаем, что год назад Азербайджан восстановил справедливость, территории Азербайджана были освобождены. Так какой месседж международному сообществу направила страна своими действиями? Ведь удалось собственными силами менее чем за сутки обеспечить верховенство международного права. Так как не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, Армения и ее союзники не собирались отдавать ни пяди земле Азербайджана. Вопрос в том, что, честно говоря, Армению никто не спрашивал, хотят ли они отдавать или не хотят. Армянам только командовали, давали приказы. Причем приказы в основную грубую форму. И приказы поступали как из рецептона, как из Парижа, как из Руси. Для того, чтобы оценить влияние азербайджанской армии народа, нам нужно вспомнить, что же происходило до 19 сентября. 2 сентября прошлого года в мире министр Армении, лекул Кашин, нам поздравил Карабахсту Армян, якобы с Днем независимости. 9 сентября сепаратская хунта Ункинги провела так называемый президентский выбор. Это был открытый вызов Азербайджану, Азербайджанскому государству, народу. В том, что Нагорный Карабах, как тогда назывался, никогда не будет в составе Азербайджана. Наоборот, они будут воевать с оружием в руках. Я бы хотел озвучить некоторые цифры, некоторые факты, которые до сих пор мало где были озвучены. Во-первых, Армении усиленно готовились тогда к новой диверсионной войне. После 2020 года, после окончания Второй Карабахской войны, 44-летнего войны, Анки-Дин напрямую было связано армянской армией и местные сепаратистские вооруженные армирования. В отличие от земленных человечек и их армитов, Армения открыто признавала наличие экспедиционного корпуса на территории Азербайджана. Нарушение всех пунктов, заключенных 10 ноября 2020 года, трехсторонных договоренностей между Азербайджаном, Россией и Арменией. Далее, Армения подготовила десятки диверсионных групп против азербайджанов, особенность против мирного насилия, безоруженного насилия Азербайджана. Именно в 19 ноября в результате деятельности антитеррористической диверсионных групп было убито 9 граждан Азербайджана. Были совершены вылазки против азербайджанской армии, и терпение Азербайджана пришло к концу. Локальная антитеррористическая операция началась в 1 часа в 2 минуты. И в течение 2 часов были разрушены все оборонительные укрепления, которые были на передних краях. Азербайджанская армия углубилась, эшелонирована оборону сепаратистов, где 5 километров, а где на 26 километров. Азербайджанская армия наступала в 8 направлениях, а потом эти направления увеличились до 13. И в течение первых 4 часов было разрушено 1761 оборонительных сооружений, опорных пунктов, окопов, дотов и дотов. В ловшей сложности в течение 23 часов 17 минут операция была закончена. И самое главное, Азербайджанская армия установила несколько, если можно так назвать, мировых рекордов. Первое. Самая кратковременная антирористическая операция после 1976 года. Ни одна армия мира до этого не смогла провести такую ювелирную, точную, ювелирную операцию. Второе. Азербайджанская армия показала, что она является наиболее боеспособной армией не только в Южном Кавкане, но и во всем советском пространстве. Потому что в этой операции были включены не только военно-воздухные силы, свободные силы отряда командности, но и силы специального назначения, а также морские пехотинцы. И полностью было выведено в первую же минуту наступления вся система электронной борьбы и электронного оповещения радиоакуационного информирования. И третье. Самое главное. Во время этой операции не пострадал ни один мирный житель, безоружный человек, и не было разрушено ни одной объекта, которым можно назвать гражданская инфраструктура. Тем самым мы убедительничаем овороте. Показали и, самое главное, доказали всему миру, что мы можем провести антитеррористическую операцию, при этом не давая послабления врагу и добиваясь того, чтобы не пострадал ни один мирный житель. Это, что касается военной практически составляющей этой операции. Но гораздо глубже и гораздо важнее то, что является именно военно-политической составляющей этой операции. И не суть важна, что Азербайджан сам выполнит требования международного права. Это производная функция от этой победы. Главной составляющей, парадигмой, доминантной этой победы является то, что Азербайджан восстановил надежду на мир и стабильность в Транскавказе, на Южном Кавказе. Азербайджан до сих пор предлагает Армении заключить мирный договор не на основе желаний или же требований Азербайджана. В общем нет. Мы требуем от Армении заключить мирный договор именно на основе принципов и требований международного права, чтобы именно постулаты международного права, международные юриспруденции были соблюдены не только официальным боком, но и официальным нерваном. Для этого нужно преодолеть некоторые существенные трудности, которые являются целой хорибдой в проходе в океан мира, если можно так выразиться. Первым делом является законодательство Армении, не только Конституции, потому что есть несколько законов Армянской Республики, где черным по белому отражаются территориальные претензии и желания аннексировать территорию Азербайджана. Второе – это надо умерить пыль армянскому реванчистам. Это должны сделать сами армяки. Если они хотят жить в мире, спокойствие, торговать с нами, заключать межгосударственные и межнациональные договоренности, включить, наконец-таки, Армению сеть межнациональных и международных маркрутов, и так экономически, так и логистически, то Армении следует избавиться от наваждения реваншизма, от великой лжи под именем Великой Армении. И самое последнее, наконец-таки, Никол Пашинен должен понять. И его слова хоть иногда не должны расходиться с делами. Потому что мы перед собой видим несколько Пашиненов в многочисленных ипостасях. В четные дни недели Пашинен говорит о мире. В четные дни недели он говорит о решимости Армении стоять до конца. Но о какой решимости идет речь, когда Армения находится в полной зависимости от иностранных клиентов. Армения сама стала клиентелой международных организаций и особенно некоторых стран коллективного запада. И пока власти Армении не поймут, что они являются всего лишь марионеткой, всего лишь капецинами в руках могучих и могучих игроков, никакого мира на Южном Кавказе не будет. Угу, это так. И Армения усиленно ремилитизируется, усиленно вооружается. И естественно, что весь арсенал Армении и вся так называемая, в кавычках, немощь армянской армии направлена против нас. Мы теперь, мы не ответим неадекватно. Адекватно мы уже два раза отвечали. Видимо, они не поняли. Теперь придется, если они не возьмутся на ум, ответить неадекватно. Гораздо жестче, гораздо строже и гораздо масштабнее. И что тогда будет с Арменией, это я пока боюсь прогнозировать. Потому что Армения, как таковая, является искусственно созданным образованием на исторических, исконных землях Азербайджана. Я думаю, что этим все сказано. Также мы знаем, что МИД Азербайджана сделал заявление о том, что сейчас у Армении есть исторический шанс подписать мир с Азербайджаном. Воспользуются ли этим шансом Армения? Есть ли сейчас для этого какие-либо предпосылки? В Армении нет иного пути. Потому что антимопроводной мере является окончательно погребение Армении под завалами своих ложных суждений. И, скорее всего, Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном. Но когда это будет подписано? Как будет подписано, я пока что не могу точно говорить. Но окончательный текст мирного договора на 80% уже согласован. И мировые игроки, которые являются субрегиональными хозяевами Армении, я не хочу назвать имена этих государств, так широко известны их названия, они, скорее всего, хотят подписать мирный договор не в интересах армянского народа, а в интересах политического истеблишмента Ервана и в интересах тех сил, которые стоят за этим истеблишментом и дирижируют из-под кулуара. Ну что ж, спасибо вам. Большое спасибо, что подключались к нам. На прямой связи с нашей студией был главный редактор портала Милиаз, Ильчин Аллоуглу. А мы продолжаем. Антитеррористические мероприятия, проведенные год назад и положившие конец несправедливости, стали решительным шагом, обеспечившим верховенство международного права. Об этом говорится в распространенном заявлении общины западного Азербайджана. В документе подчеркивается, что шаги, предпринятые Азербайджаном, послужили не только его национальным интересом, но и защите принципов международной справедливости. При этом некоторые внешние силы пытаются представить эти достижения в негативном свете и спровоцировать новую напряженность. В своем заявлении община призвала все государства приветствовать славную победу справедливости и поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома. Преднамеренное уничтожение материального и культурного наследия принадлежащего азербайджанцам продолжается в Армении десятилетиями. Об этом говорится в открытом письме представителей гражданского общества Азербайджана, направленном руководству ОБСЕ и Совета Европы. В письме подчеркивается, что сотни тысяч азербайджанцев, которые 36 лет назад были насильственно изгнаны со своей исторической родины и своих домов в Армении и стали беженцами, до сих пор не могут вернуться. Сегодня сохранилась лишь одна из 269 мечетей, зарегистрированных на территории Армении в 1870 году. Кроме того, систематически уничтожались сотни кладбищ, принадлежащих азербайджанцам. Уничтожение Армении памятников культуры азербайджанцев грубо нарушает многие международные конвенции. Подобное поведение серьезно препятствует миру, диалогу и усилиям по примирению в регионе. В открытом письме представители гражданского общества Азербайджана потребовали, чтобы и Совет Европы, и ОБСЕ изложили открытую позицию по указанным вопросам и призвали побудить Армению к восстановлению и сохранению в соответствии с ее международными обязательствами к культурному наследию, принадлежащему азербайджанскому народу. В мировой повестке дня Израиль шаг за шагом расширяет эскалацию в отношении Ливана. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Федан в ходе круглого стола агентства ОНАДУЛУ. Таким образом, глава турецкой дипломатии прокомментировал произошедшие в Ливане взрывы беспроводных устройств, приведшие к многочисленным жертвам и пострадавшим. Министр отметил, что по инициативе президента Турции в повестку правительства страны включен вопрос о создании самостоятельной структуры по обеспечению кибербезопасности. Есть риск большой войны. В открытое противостояние с Израилем может вступить Иран. К сожалению, ничего в этой ситуации не делают США. Всем необходимо хорошо задуматься об устроении угрозы большой войны. Политикам необходимо проявить свою волю, но мы этого не видим. Израиль проводит разрушительную политику, далекую от здравого смысла. Там надеются на поддержку Америки. Все это наносит вред не только палестинцам, но и самим израильтянам. Тем временем, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху впервые после инцидента со взрывами пейджеров членов радикального движения Хезбулла выступил с обращением к согражданам. В видеообращении он пообещал израильтянам восстановить безопасность на севере страны, что означает начало новой фазы войны на северных границах. Накануне сектора газа на границу с Ливаном была переброшена одна из израильских дивизий, а у членов Хезбуллы вновь взрывались электронные устройства. Израиль обеспечит возвращение домой десятков тысяч жителей, эвакуированных из северных прикраничных районов. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в обращении к гражданам страны. Это было первое публичное выступление Нетаньяху с того момента, как в Ливане произошли два инцидента с детонацией средств связи, используемых членами движения Хезбулла. Судя по всему, Нетаньяху уже начал осуществлять свой план о начале войны с Хезбуллой. Ранее в этот же день министр обороны Израиля Юав Галланд заявил о начале новой фазы конфликта и переброске части военных сил из сектора газа на север, где страна граничит с Ливаном. По словам Галланта, целью военных на северном направлении будет являться безопасное возвращение жителей в свои дома. «Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы войны и должны адаптироваться. Это касается всех, особенно тех, кто контролирует то, что происходит в воздухе, потому что позиция здесь сильнее. Это не Хамас. Это что-то другое, и нам нужно к этому соответствующим образом подготовиться. Мы должны оставаться последовательными в течение долгого времени. Эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости». Тем временем Вашингтон предостерегает от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США прилагают интенсивные дипломатические усилия по предотвращению войны между Израилем и Хезбуллой в Ливане. В свою очередь, телеканал CNN утверждает, что Израиль предупредил США о готовящемся массовом подрыве электронных устройств в Ливане. Однако детали не были известны Вашингтону и произошедшие ошеломило американских дипломатов. «Мы всё ещё прикладываем все усилия, чтобы вернуть заложников домой и добиться прекращения огня. Как бы пугающе это ни звучало, сегодня мы всё ещё видим интенсивную дипломатию, пытаясь не допустить открытия второго фронта на границе с Ливаном». С 17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана, в результате чего погибло 12 человек и более 4 тысяч пострадали. 18 сентября прошла вторая волна взрывов, которая затронула другие устройства связи, в частности портативные радиоприёмники. В общей сложности были ранены по меньшей мере 300 человек. 20 человек получили несовместимые с жизнью ранения. Хизболла возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала дать справедливый ответ. «Эта агрессия неизбежно влечёт за собой своё собственное наказание. У неё есть своё возмездие. Это наказание придёт, если Бог даст. Мы не будем много говорить, так как завтра речь пойдёт о хозяине сопротивления». Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения «Хамас» и сектора «Газа» на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населённых пунктов и захватом 250 заложников. В «Хамас» назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. На этом фоне начался рост напряжённости на Ливано-Израильской границе, где начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают операциями против членов Хезболла. Из-за обострения конфликта из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы более 80 тысяч человек. В Новой Каледонии в результате массовых беспорядков в столкновениях с полицией погибли два демонстранта. Об этом сообщило агентство «Франс-24». В общей же сложности число погибших, начиная с мая этого года, в Новой Каледонии достигло 13 человек. Во время столкновений полиции и демонстрантов в населённом пункте Сен-Луи, неподалёку от административного центра заморской территории Нумеа, два демонстранта были застрелены полицией. С 13 мая этого года, когда начались массовые демонстрации в Новой Каледонии против колониализма Франции, погибло уже 13 человек. Согласно материалу, полиция продолжает поиски ещё десяти демонстрантов. Жители протестуют из-за рассматриваемого в Париже изменения Конституции, которая предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледоне более десяти лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова, коренным населением из народа Канаки, которая опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. В середине мая в Новой Каледонии, почти в 17 тысячах километрах от Парижа, вспыхнули беспорядки из-за запланированного расширения избирательного списка, которое, как опасаются коренные Канаки, оставит их в постоянном меньшинстве, разрушив их надежды на независимость. Демонстранты перекрывали дороги, сжигали или грабили автомобили, предприятия и общественные здания, что побудило Париж направить в ответ тысячи солдат и полицейских. Коренное население острова, ощущая угрозу своих прав и культурного наследия, выходит на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме неравенства в представительстве. Они требуют пересмотра избирательной системы и расширения права голоса на острове, чтобы обеспечить более справедливое и равноправное участие всех граждан в политической жизни. К другим темам, Россия и Пакистан стремятся укрепить свои двусторонние связи и продвинуться в совместных инициативах. Визит вице-премьера России Алексея Аверчука в Асламабад стал важным шагом в этом направлении. Обсуждение перспектив присоединения Пакистана к БРИКС, развития транспортных коридоров, а также расширения экономического и энергетического сотрудничества стали основными темами переговоров между сторонами. Россия приветствует заявку Пакистана на присоединение к БРИКС. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Аверчук, прибывший накануне в Асламабад. Он подчеркнул, что братские отношения, установленные между странами-участниками БРИКС, за годы её существования привлекают большое количество государств по всему миру. Аверчук также отметил, что Россия приветствует стремление Пакистана присоединиться к организации. «Тесные отношения, выстроенные между странами БРИКС за годы существования этой платформы, привлекают к ней множество государств со всего мира. Мы рады, что Пакистан выразил желание присоединиться к нам. Безусловно, БРИКС и шанхайская организация сотрудничества являются союзными структурами, и мы поддерживаем это взаимодействие. Однако для принятия подобных решений необходимо достичь общего согласия внутри организации». Ещё в ноябре прошлого года Пакистан подал заявку на присоединение к БРИКС. В Асламабаде выразили надежду на поддержку Москвы в этом вопросе. «Безусловно, мы стремимся активно участвовать во всех региональных и многосторонних инициативах БРИКС. Пакистан нацелен на вступление в организацию. Однако это, несомненно, новый процесс. Мы уже выполняем и продолжим выполнять все необходимые условия, которые позволяют нам претендовать на членство». Стороны также обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также возможности дальнейшего расширения и диверсификации сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая деятельность, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство и образование. Помимо этого, были затронуты вопросы взаимодействия в многосторонних форматах. Российская сторона, в частности, призвала Пакистан к более активному участию в транспортных проектах. «Мы проинформировали наших коллег о работе по развитию транспортного коридора «Север-Юг» и обсудили преимущества интеграции этого коридора в китайскую инициативу «Один пояс – один путь». Россия и Пакистан стремятся к укреплению двустороннего сотрудничества, основанного на доверии, взаимном уважении и доброй воле. В последние годы стороны сосредоточились на развитии партнёрства в таких ключевых областях, как энергетика и торговля. Шаг за шагом стороны выстраивают дружественные отношения, которые создают прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Такая стратегия позволяет сторонам находить взаимовыгодные решения и укреплять позиции на международной арене. «Сегодня мы обсуждаем возможности расширения наших отношений и преодоления ограничений, связанных с банковским сектором и санкциями, которые, безусловно, ограничивают потенциал нашего сотрудничества. Мы уверены, что это сотрудничество может стать гораздо более масштабным. Мы сосредоточены на развитии связей, и я уверен, вы будете рады приобретать энергетические ресурсы, особенно сырую нефть. Возможности для сотрудничества между нашими странами продолжают расширяться». Кроме того, основной темой обсуждения стало увеличение объёмов товарооборота. В прошлом году объём двусторонней торговли между Россией и Пакистаном превысил 1 миллиард долларов, что свидетельствует о стремлении обеих стран усилить экономическое сотрудничество. Для дальнейшего развития партнёрства стороны намерены улучшать логистическую инфраструктуру, чтобы упростить и ускорить торговые процессы. Сабина Мурадова, CBC. Продолжим новостями экономики. BP Азербайджан продаёт свою 20-процентную долю в транс-адриотическом газопроводе американскому инвестиционному фонду Apollo Global Management за 1 миллиард долларов. Сделка, которая должна завершиться в четвёртом квартале 2024 года, зависит от получения необходимых одобрений от регулирующих органов. Доходы от продажи помогут BP достичь своей цели по отчуждению активов на сумму 2-3 миллиарда долларов в нынешнем году, что является частью её финансовой стратегии. BP и Apollo также планируют искать партнёрские возможности для дополнительных инвестиций в газовые и низкоуглеродные энергетические активы и инфраструктуру. В настоящее время трубопровод TAP ежегодно транспортирует Европу более 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа и ведутся переговоры о привлечении инвестиций для удвоения его мощности к 2027 году. Мы очень рады, что объединяем усилия Сапола в этой ключевой сфере энергетической инфраструктуры Европы. Привлечение нового инвестора не умаляет стратегическое значение BP для нашего азербайджанского газового бизнеса. Мы видим большие перспективы в создании таких инновационных соглашений и с нетерпением ждём возможности продолжить развитие партнёрских отношений с Аполом. Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящим в Бакинском экспоцентре выставкам 5-й юбилейной азербайджанской международной оборонной выставки АДАКС и 14-й международной выставки оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения Секюрекс Каспи. Мероприятия, которые привлекут ведущих экспертов и производителей оборонной техники с разных уголков мира, состоятся с 24 по 26 сентября. Выставка АДАКС, которая пройдёт в этом году, будет масштабнее, чем все предыдущие. Об этом заявил руководитель аппарата Министерства обороны и промышленности Азербайджана Самир Агабалаев. Он отметил, что в текущем году масштабы выставок АДАКС и Секюрекс Каспиан ещё больше расширились, демонстрируя рост экспозиции по сравнению с предыдущими годами. В этот раз выставки охватят всю экспозицию и открытое пространство Бакинского экспоцентра, включая новый четвёртый зал. Участие в выставках подтвердили около 218 компаний, представляющих 37 стран. Странами-участницами наряду с Азербайджаном являются США, ОАЭ, Великобритания, Чехия, Китай, Испания, Израиль, Италия, Россия, Турция и другие. В этом году в выставке участвует много новых компаний, порядка 34% от общего числа участников. Венгрия, Катар, Сингапур и Словакия представляются впервые. 14 стран, а именно Азербайджан, Беларусь, Чехия, Китай, Италия, Израиль, Венгрия, Пакистан, Катар, Россия, Сербия, Словакия, Турция и Украина примут участие в выставках с национальным павильоном. В рамках выставки АДАКС планируется подписание ряда меморандумов о взаимопонимании. Как отметил Агабалаев, документы находятся в процессе подготовки, поэтому подробная информация на данный момент отсутствует. Однако, как только все будет окончательно согласовано, это будет отражено в официальной программе выставки. Обе выставки по своему масштабу демонстрируют мощь оборонной промышленности нашей страны. Они создают условия для налаживания контактов между участниками. Выставки в этом году более масштабны. Так, помимо Бакинского экспоцентра, выставка будет проходить в павильонах под открытым небом. Наше оружие, которое будет выставлено, разработано местными специалистами. Ожидается, что на нынешней выставке и Министерство обороны промышленности и Азерселах подпишут договоры о сотрудничестве с зарубежными производителями. На выставке ADEX будут представлены направления, такие как аварийно-спасательная техника, информационная безопасность, оружие и спецтранспорт. В программе также запланирована презентация стартапов в оборонных технологиях и кибербезопасности. В течение трех дней состоятся двусторонние встречи и панельные дискуссии по вопросам восстановления освобожденных территорий, автоматизации в обороне, военной медицины, дронов и кибербезопасности. Выставка ADEX проводится по инициативе Министерства обороны промышленности и при поддержке Министерства обороны Азербайджана с 2014 года. В этом году, отмечая пятый юбилей, она продолжает расширяться, привлекая участников из более чем 50 стран и около 200 официальных делегаций. За 10 лет выставку посетили свыше 30 тысяч гостей. Фарид Адилов, Вюсал Олегперов, CBC. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC FM. Всего вам доброго и до скорых встреч!